КОНСТАНТИНА СМИЦКИХ Я читаю чужие стихи и, не откладывая долгий ящик, начну Владимир Листомиров. Здравствуйте. Мне 17. Нет, я не сумасшедший. Брэд-баререй книга, видимо, наврала. Здравствуйте. Мне 17. Я смотрю на вещи, будто они сгорили. И вместо них зала. Я не умею плакать, да и смеяться тоже. Я равнодушен к свету, и мне плевать на тьму. Если погаснет солнце, чувствовать буду кожей. Пусть придется трогать яд, кислоту и ртуть. Пусть обгорят ладони, сдымятся нитью вены. А вместо тонких пальцев снегом белеет кость. Мне все еще 17. И я умею делать вид, будто вместо боли я выбираю злость. Но на самом деле я не умею злиться. Я не умею даже, в общем-то, ничего. Я не учу Шопена и не читаю Ницше. Я никакой художник и нулевой игрок. В шахматы кости, в бокер, кстати, и в шашки тоже. Может, в бильярд настольный, может, и в преферанс. Даже когда в колоде мне попадется Джокер, я не тогда сумею запросто прониграть. Я не ругаюсь матом, я не долблюсь по вене, я не курю сигары, я не пью вино. Я в своем теле просто крайне бесправный пленник. Тот, что не в силах, даже нервными улетясь сном. Может, помочь хотите? Если, конечно, в силах. Только вот в помощи ближним это удел святых. Я вам кричу отчаянно на ухо. Помогите. Мне отвечают. Знаешь, ты попроси других. Нам ведь не по карману всем раздавать подарки, тратить напрасно время, лить на тебя елей. Хочешь, отправь конвертик только с обратной маркой и попроси всевышних град прекратить камней. Можешь конверт попозже в небо отправить птицы, только в строке последней с надписью «Адресат». Коротко так напишешь, чтобы не ошибиться, это письмо доставить прямо на небеса. Дело, конечно, глупость, впрочем, чем черт не шутит. Но, кто знает, может, шутит там и не черт. Я достаю тетрадку. Провадный листок, по сути, и начинаю в небо свой представлять отчет. Здравствуйте, мне 17. Я не бог и не птица. Я до сих пор как будто был не научен жить. Здравствуйте, мне 17. и я сумел влюбиться. Здравствуйте, мне 17. Я не сумел влюбить. Прошу прощения за то, что следующее прочитаю с телефона. Я слишком волнуюсь и не лезь на тот повод, о котором я скажу в конце. Эпиграф. Раньше мы смотрели на небо, чтобы молиться, а теперь, чтобы посылать проклятие. Эрик, Мария, Рим, Анима. Я листаю страницы истории, Как богата событий пала. Вдруг безжалостным лезвием По сердцу полоснуло слово Война. А паленный огнем Севастополь, Замерзающий Ленинград, Сколько боли, Стратаний сколько Эти бухру в себе таят. Только когда там тем скорбным И памятным, черным числом Календаря, отчего позабыли Добавить мы День тринадцатого февраля. И врагам угрожаю Возмездием за солдат, Что в боях полегли, Отчего позабыли Про Дрезденвай. Город стертый С лица земли. Люди в небо смотрели с ласкою, В ожидании весны и тепла. Королевской авиации Смерть с небес к этим людям пришла. Смерть на крыльях. Стальные вороны Скрыли небо, и в тот же миг Разорвавшийся бомбой У фосфорной Захлебнулся Мальчишечий крик. Так за что? Я спрошу победителей. Ведь войны был исход предрешен. Снова дети теряли родителей. Вновь теряли мужья своих жен. Ради светлого детства И нашего Неболь мирного над головой Эти люди сгорали заживо, Как огромный костер Живой. Хоронили их в братских могилах, Не жалея сожженной земли. Вот такое добро победило. Вот такой вы им мир Принесли. Восстава из руин Севастополя В Ленинграде цвели тополя Вновь девчонкой С босыми стопами Шла весна, Воскресала земля. Сколько скорби вы люди познали, Сколько памятных, Горестных дат. Как живые сейчас Прин глазами Лицо светлые Пожа Стоят. К яру бабьеву К крепости блескай, Чтобы Потомки забыть Не могли, Не забудьте. Добавить Дрясда. Город стертый С лица земли Со свечой Под знамением Крестным Вороняющий слезы Из глаз. Вспоминайте, Пожалуйста. Дрясда. Не забудьте. Я верю В вас. Автор стихотворения Кирилл Дюту. Можно ему отдельно пополнить. Спасибо. Тебе поздно. Спасибо. Спасибо. Это очень приятно. Очень приятное и доверие. И вот это вот все. И последнее, завершающее, наверное, Ана Джораса прочитать. Запомни меня таким, как сейчас, беспечным и молодым, с рубашкой, палитшей на острых плечах, пускающим в небо дым неспящим, растребанным, теряющим в джа, гуляющим босиком, не в такт напевающим рэгги и джаз, курящим гашиш, дайком, в разорванных джинсах, с разбитой губой, с ромашками в волосах, глотающим жадно плохой алкоголь, пускающим пыль в глаза, ноги, заходящим в ночной океан, пугающим криком птиц, с десятками шрамов, царапины ран, с укусным, уключиться, бесстрашным, отчаянным, смелым и злым, не знающим слова нет, на толику грешным, на четверть святых, держащим в ладони свет. Запомни мой образ, когда в полутьме целую твоё лицо, запомни мой голос и след на стекле от выдоха хрупких слов, запомни меня, сидящего метро и мокнущим под дождём, стихи напевающим Богу ветром, и спящим, и пьющим ром, смотрящим на то, как в кастрады вычат, врезаются ватыльки, горячим, горячим, влюблённым в тебя. Запомни меня таким, и если когда-то, спустя десять зим, ты встретишь меня в толпе, найдёшь меня серым, безликим, пустым, ушедшим в чужую тень, схвати меня, крепко, держи воротник, стряхни меня за плечо, скажи, что я трус, неудачник и псих, брони меня, крича, заставь меня вспомнить, ночной океан, рассветы, ромашки, джаз, прижми свои губы, к холодным губам, заставь меня вспомнить нас. Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ С днем рождения, вам спасибо тебе огромное, что ты создаёшь нам столько прекрасных общих воспоминаний, и что мы всем, все в самые сложные моменты в своей жизни, и с чем мы не столкнулись, всегда можем вспомнить нас. И это будет прекрасно, и в этом будет очень много поэзии, музыки и любви. Спасибо тебе огромное за то, что делали нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok